Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья и вы смотрите видео дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Центр испытаний струнного транспорта «Экотехнопарк» посетила делегации из Монголии. Проект Skyway в третий раз примет участие в транспортной выставке «Инотранс». Специалисты ЗАО «Струнные технологии» продолжают использовать программное обеспечение от DASO Systems. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Центр испытаний струнных технологий «Экотехнопарк» посетила делегация из Монголии во главе с министром транспорта. Презентацию технологии Skyway провел генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий. Участники делегации также посетили крестьянско-фермерское хозяйство Юницкого, где обсудили перспективы сотрудничества в транспортной отрасли. Итогом переговоров стал документ, подписанный генеральным конструктором ЗАО «Струнные технологии» и министром транспорта Монголии. С 22 по 25 сентября в Берлине пройдет 13-я международная транспортная выставка «Инотранс-2020». В этом году одним из ее участников станет компания-разработчик струнных транспортных систем Skyway. На выставке 2020 года проект планирует представить новые образцы подвижного состава, а также другие разработки в сфере грузопассажирских перевозок. Напомним, что выставка «Инотранс-2020» станет третьей по счету для проекта Skyway. Первая презентация струнных транспортных систем прошла в 2016 году. Тогда зрители увидели Unibus U4-210 и Unibike U4621. В 2018 году компания-разработчик продемонстрировала высокоскоростной Unibus U4-362. Руководители конструкторских бюро ЗАО «Струнные технологии» встретились с представителями из DASO Systems и IGA Technologies. Стороны обсудили вопросы по внедрению в работу компании пакета продуктов, разработанных DASO Systems. Новое программное обеспечение позволит проводить инженерные расчеты с помощью цифрового моделирования. Это поможет сэкономить время и средства на испытаниях в реальности. Также с начала 2020 года на производстве Skyway проходит оптимизация электронного согласования и выдача рабочей документации. Для этого оба процесса перевели на базу платформы 3D Experience. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway — это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.